В эфире служба новостей Сарова 24 в студии Марии Посыпает. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Тарифы на холодное водоснабжение могут вырасти втрое. Депутаты обсуждают судьбу горводоканала. В очередь за талончиком, как клиническая больница решает проблемы записи на прием к врачам. Хоровая капелла мальчиков, отделение детской музыкальной школы проводит дополнительный набор. Далее расскажем обо всем подробно. Тариф на холодное водоснабжение может вырасти втрое. Депутаты обсудили перспективы развития горводоканала и возможности заключения в отношении него концессионного соглашения. Компания АТЭК готова вложить в модернизацию объектов предприятия порядка 3 миллиардов рублей. Чтобы окупить инвестиции, концессионер сам будет регулировать тарифы и устанавливать их, исходя из своих экономических расчетов. Справедливая цена за кубометр холодной воды – 60 рублей. Об этом заявили представители компании АТЭК на очередном заседании Думского комитета. Действующий в Сарове тариф порядка 20 рублей. И даже если его поднять на пугающее 20-25%, проблем горводоканала это не решит. С точки зрения жизни тариф 25 рублей, да, наверное. Но на нем вы только сможете закрывать свою операционную. Ничего более. Если мы говорим о том, что какие-то ремонты еще, возможно даже некоторые замены, то это в районе 45 рублей. То есть это минимально необходимый уровень. Если посмотреть по стране, уже достаточно многие регионы уже уходят на тариф под 60 рублей. Не только в ремонте, а в полной модернизации нуждаются абсолютно все объекты горводоканала. Водопроводные и канализационные сети в Сарове изношены более чем на 80%. Количество аварий и повреждений на них с каждым годом растет в геометрической прогрессии. Водопроводная сеть, представленная чугунными и стальными трубопроводами, на полиэтилен приходится лишь 17% сети. Стальные чугунные трубопроводы находятся в эксплуатации больше 40 лет, давно исчерпали свой срок службы. В результате износа происходят частые разрывы сети, что приводит к потерям и снижению качества воды, замутнению воды в том числе. По словам директора предприятия, ремонты делаются ежегодно, но в недостаточном объеме для того, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг. По сути, сегодня лишь устраняются последствия аварии и повреждений. Чтобы исправить ситуацию, нужны миллиарды рублей, которых у горводоканала нет. Доходов от действующих тарифов хватает только на поддержание текущей деятельности. Учитывая остро необходимость обновления и модернизации существующих инженерных сетей и сложность установления экономических обоснованных тарифов, предлагаю рассмотреть возможность привлечения частных инвестиций в муниципальную экономику. Администрация города ведет переговоры о заключении концессионного соглашения с дочерней компанией «Росатома» АТЭК. Что это значит для города? АТЭК вкладывает в модернизацию горводоканала порядка 2,7 миллиардов рублей. За пять лет приводит все сети в порядок, гарантирует высокое качество предоставляемых услуг и в течение 15 лет возвращает вложенные средства, устанавливая свои экономически обоснованные тарифы на водоснабжение и водоотведение. АТЭК предложили три сценария темпа роста тарифов. Каждый готовы обсудить с депутатами и найти оптимальный вариант. Одно, очевидно, наверняка в случае заключения концессионного соглашения цены на воду ощутимо поднимутся. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Мы уже рассказывали в своих выпусках о ситуации с нехваткой врачей узкого профиля в поликлиниках города. Сегодня саровчане не могут получить консультацию детского эндокринолога и офтальмолога. С 18 сентября в детской поликлинике приостановлен прием врача-физиотерапевта. Во взрослой поликлинике тоже отсутствует ряд специалистов. Дефицит кадров КБ-50 стал одной из причин очередей на запись и у кабинетов врачей. Проснуться в 5 утра, занять очередь у дверей поликлиники, дождаться 7 часов и только потом попасть к заветному окну регистратуры. Традиционная система записи на прием к врачам отнимает не только драгоценное время, но и нервы. А получив долгожданный талончик на прием, возможно, придется отсидеть еще одну очередь, только уже у кабинета врача. У учредей есть две проблемы. Первая проблема связана с недостаточной доступностью врачебной помощи. Ну, поскольку сейчас у нас бывают ситуации, когда, допустим, на 14 врачебных участках работает 6-7 участковых терапевтов. Понятно, что они принимают всех, но время на это затрачивают существенно больше. Оптимизировать процесс записи на прием к врачам поликлиник пытаются несколькими способами. Через специальный портал пациента. Войти в него можно со своего компьютера или смартфона, а также с помощью специального терминала, установленного в холле поликлиники. Еще один способ – запись по телефону. Мы делали запись на прием к врачу специалистами один раз в неделю. Ну, так это было удобнее для специалистов, так было удобнее для медицинских работников. Сейчас ситуация как бы меняется. Мы каждый день обновляем запись на неделю вперед. Но тоже существует определенная очередь ожидания пациентов. Мы их записываем в журнал ожидания. Вот сейчас мы как бы проводим очередную ревизию наших журналов ожидания. Все эти меры призваны исключить одно – ненужные очереди возле окна регистратуры. В колл-центре поликлиники параллельно работает сразу несколько телефонных аппаратов. Звонки раздаются каждую минуту. Но если пациенту и удастся занять место в графике приема по телефону, очередь перед кабинетом дистанционно занять не получится. Никак не запишетесь. Трудно записаться. Очень плохо. К кардиологу у меня сердце больное не запишетесь. Вот к щитовидному не запишетесь. Пациенты, желающие получить помощь врача-травматолога, иногда сидят у кабинета по несколько часов. Очередь к этому специалисту состоит из тех, кто пришел по талону, и тех, кто получил травму и нуждается в срочной консультации. Здесь вот пока я не смогу обещать, что мы какие-то действенные меры предпримем. Что касается врачей, которые ведущие планы в приеме, то есть мы будем пытаться до конца года это реализовать, чтобы пациент, получивший талон на время, был принят в рамках плюс-минус 10 минут. Решить проблему очередей к травматологу может создание в Сарове травмпункта. Но на это требуются немалые средства. Эти и другие проблемы саровской медицины обсудят 20 сентября в ходе рабочего визита в наш город министра здравоохранения региона Антона Шаколунова. Подробнее о встрече расскажем в ближайших выпусках новостей на канале 16. Все детские сады Сарова готовы к холодам. В дошкольных учреждениях завершена установка системы отопления от горячего водоснабжения, которое может начать работать раньше, чем ТЭД запустит подачу тепла в дома горожан. Сотрудники детских садов постоянно контролируют ситуацию. Система будет запущена сразу, как только температура в помещениях упадет ниже установленной. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 3 октября пройдет акция «Генерал на связи». С 15 до 17 часов начальник Нижегородского главка Юрий Кулик будет принимать звонки от жителей региона. Связаться с генералом и задать ему интересующие вопросы можно будет по номеру 8 831 268 5109. За ходом прямой телефонной линии будет наблюдать представитель общественного совета при главном управлении МВД России по Нижегородской области. В Сарове объявлен самый серьезный пятый класс пожароопасности лесов и торфяников. Такую информацию распространили в Федеральном агентстве лесного хозяйства. Спасатели предупреждают, несмотря на похолодание, вероятность возгорания крайне велика. В региональном управлении МЧС просит граждан быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Прежде всего, не жечь мусор на садовых и дачных участках. Хоккейный клуб Саров одержал волевую победу. В минувший вторник наши спортсмены в рамках Кубка Шелкового пути принимали на своем льду питерскую сканеву. Соперник с первых же минут перешел к решительным действиям и во втором периоде открыл счет. Саровчане смогли отыграть пропущенную шайбу, но после этого счет на табло замер. Исход поединка удалось определить только в серии буллетов, где сильнее оказались наши спортсмены. Итог встречи 2-1 в пользу хоккейного клуба Саров. Любителей громкой музыки ждет административная ответственность. Саровская полиция вновь получила право составлять протоколы за нарушение тишины, а также за нахождение несовершеннолетних вне дома в ночное время без сопровождения родителей. И нарушение правил проведения массовых культурных и спортивных мероприятий. Подробности далее. Постоянный ремонт, прослушивание громкой музыки в автомобиле у подъезда. Ежедневно в дежурную часть полиции поступают заявления от горожан о том, что их соседи мешают отдыхать. Раньше сотрудники правопорядка ничего не могли сделать с нарушителями тишины. Но уже сегодня за такое поведение шумные сыровчане могут получить штраф в размере от 1000 рублей. Но привлечь недобросовестного соседа к административной ответственности анонимно не получится. Для того, чтобы в полиции могли составить протокол, необходимо письменное заявление от того, кому мешают отдыхать. После чего собирается полный перечень необходимых материалов, опрашивают свидетеля, очевидцы и так далее. И после этого, если в действии граждан усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотрен кодекс административного правонарушения Нижегородской области, 2.13 нарушения тишины, то сотрудники полиции составляют протокол и данный протокол в течение трех суток направляют для рассмотрения в мировые суды. Причем работает закон о тишине не только в ночное время. Существует в регионе и понятие дневного тихого часа, в который шуметь также запрещается. Это с 12.30 до 15.00 часов. Что касается нахождения несовершеннолетних в ночное время вне дома одних. Раньше сотрудники полиции могли лишь собрать материалы по такому ребенку и направить их в специальную комиссию. В настоящее время, если такое лицо задерживается, с полиции вызываются его законы представителей несовершеннолетнего и в отношении данных родителей составляется протокол. После чего такой протокол направят для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних. Мария Руничка, Стантин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. Хоровая капелла мальчиков достаточно редкое явление в музыкальной среде. Будущих солистов в этом направлении в нашем городе готовят педагоги детской музыкальной школы имени Балакирева. Хоровая капелла с эстрадно-духовой специализацией существует в нашем городе уже более 15 лет. В этом году отделение объявило дополнительный набор в учебные группы. Стройное звучание прозрачных дисконтов и насыщенных альтов делает шутливую песенку мини-спектаклем. Хоровое пение – это одна из наиболее массовых и доступных форм приобщения детей к музыке. Во время пения ребята учатся не только управлять своим голосом, но и приобретают важные вокально-хоровые навыки. Именно в хоре ребенок готов себя больше открывать, нежели когда он выступает индивидуально. Когда ребенок поет один, ему волнительно, страшно. Когда в коллективе этот страх проходит. Коллективы капеллы не раз становились лауреатами муниципальных фестивалей и областных конкурсов, достойно представляя школу и город. Если у ребенка есть желание учиться вокалу и музыке, то педагоги оценят его данные и при наличии способностей зачислят в коллектив. В хоровую капеллы принимаются мальчики с 6,5 лет. Если ваши мальчишки хорошо поют и хотят видеть себя на сцене, хотят быть конкурентоспособными в жизни, мы ждем и с удовольствием всему научим. В капелле педагоги занимаются комплексным развитием музыкальных способностей детей. Обучение включает в себя базовые теоретические дисциплины – сольфеджио, слушание музыки, музыкальную литературу. Вначале мальчишки разучивают детские песни и несложные русские народные. Но с каждым годом репертуар усложняется. Это формирует у ребят уверенность в себе, а открытость развивает артикуляцию и силу голоса. В ходе взросления добавляются более серьезные классические произведения. И поскольку в Саровской капелле мальчиков есть дружеские связи с ветеранами военно-морского флота, мы также добавляем репертуар патриотические песни. Подарки ветеранов ВМФ, Андреевский флаг и картины с парусниками и регатами органично вписались в интерьер классов. Они напоминают ребятам о героических подвигах их предков, а все три хора капеллы носят названия, связанные с морской тематикой – «Кораблик», «Юнги», «Бригантина». В октябре в нашем городе на базе детской школы искусств номер два пройдет восьмой фестиваль керамики «Живая глина». Почти 20 лет это событие собирает на своих площадках профессионалов и любителей искусства. В прошлом году конкурс приобрел статус областного и проводится при поддержке учебно-методического центра художественного образования Нижегородской области. Уже более 20 лет в детской школе искусств номер два работает отделение художественной керамики. За это время юные керамисты много раз становились лауреатами и дипломантами региональных, всероссийских и международных конкурсов декоративно-прикладного творчества. За высокие достижения на фестивалях и выставках воспитанников отмечали грантами города Сарова и премиями губернатора Нижегородской области. Этот богатый опыт работы этого отделения, наверное, позволяет нам проводить такого рода мероприятия, объединять людей, керамистов со всей Нижегородской области и даже России. Мастерству художника-керамиста ребят обучают опытные преподаватели, для которых это искусство стало частью жизни. И эту любовь они передают своим воспитанникам. Инна Мельхина считает, что Саров по праву на протяжении стольких лет принимает на своей территории мастеров керамики. У нас достаточно сильная керамика, мощная. Я считаю, что удивительно, что в таком небольшом городке так много керамики, так много керамистов и желающих заниматься керамикой. Интерьерная керамика, вазы, израсцы, декоративное панно – это далеко не полный перечень номинаций, в которых участники могут представить свои работы. В этом году фестиваль посвящен творчеству Пушкина, и работы по мотивам произведений великого классика будут оцениваться в специальной категории – там, на неведомых дорожках. Принять участие в фестивале может любой желающий. До 10 октября свои поделки с глиной нужно принести в ДШИ номер 2 и заполнить заявку на участие. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии для вас работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова